читать стихи но у меня не только лирика конечно есть у меня кстати лирики практически нет у меня в основном что-нибудь такое хотя что-то вот предпочитаю лирические читать потому что они как бы более проникновенные и они всем близки что попробовать прочитать если вдруг собьюсь мне просто допустим долго сейчас его перечитывать полностью я буду на ходу его читать но если подскользнуть на слове надеюсь вы меня поймете лирика на сейчас пару попробую разрывается сердце моё от тоски и от любви и от боли не вернуть я знаю ее не вернуть судьба не позволит только больно шучень груди разрывается сердце на части все хорошее уж позади плохое теперь уж во власти по ночам я вижу ее да во снах она рядом со мной тихо бьется сердце моё это я я себя успокоил как срывается ветер ночи так и я срываюсь постели потом хоть кричи не кричи нету рядом ее в самом деле вспоми не вспоминаю нежно те дни когда вечером зимним колючим не стоит не спеша мы с нею брели называла на меня лучшим как глаза как глаза с с любовью смотрел она с виноватым взглядом говорила что мне хорошо находиться с тобой милый рядом вспоминая ночи без сна когда плакать я не стеснялся хоть и рядом была она но я снова но я словно с нею прощался помню с пылкостью я целовал я руки и нежные плечи как судьбу я тогда прославлял за нашу случайную встречу как с улыбкой смотрел на и он называл милой ласковой нежной говорил что ты счастье моё и в моей судьбе неизбежно не могу я ее забыть не могу не хочу не умею остается как прежде любить хоть любить ее даже не смею спасибо сейчас еще попробую это какой у нас год 2001 разлетелись птицы по югам превратились капельки в снежинки я стоял и падал снег к ногам на ладонях таяли крупинки я смотрел на небо и не верил это те же звезд звезды что тогда согревали нас лучистым светом и шептали будьте навсегда может ты не слышала не спорю может я ослышался ну что ж только помню как сидя с тобою ощущал неистовую дрожь как смотрел в глаза твои думал что я встретил счастья на пути мыслях жадно целовал я губы ну дальше чуть не хочется ну она давайте еще раз как смотрел глаза как смотрел глаза твои думал что я встретил счастья на пути что я встретил счастья на пути мыслях жадно целовал я губы да влюбился ты меня прости да прости за глупые попытки удержать тебя в своих руках да прости меня за те ошибки что и дело только лишь в сердцах что теперь страдать и думать где ты что теперь жалеть и думать кто укрывает плечи теплым пледом и не ходит ночью под окном прикрывает снег рубцы земные не прикроет лишь в душе моей все равно скажу судьбе спасибо что тебя я встретил на пути где у меня есть необычные стихи которые если их слушать кто-то скажет что я какие-то принимал грибы хотя это были бы самое самое вообще вот такие стихи которые кажутся такими психоделическими не как раз то в трезвом умею здравой памяти можно писать а это я кстати вот стих написал себя подбадриваем 2002 году что никак не удается достучаться сотовой землей это не про любовь стих это я себя подбадривал чтобы чтобы эти дни настали но он все равно немножко трогательный но давайте его прочитаем коротенький ну что грустишь мой вечный странник опять неверно выбрал путь ты участи лихой избранник тебе назад не повернуть уже не жалуйся больше что ноги все избиты кровь превозмогая боль как прежде ты продолжаешь путь свой вновь кто знает может след кровавый увидит тот кто вслед идет и он поймет нет смысла прямо и он с дороги повернет но сбила с ног тебя усталость кружатся ворона беды и все что от тебя осталось твои кровавые следы хорошо немножко опять лирики твой милый сердцу взгляд и красота и поклонение страстному объятию чудесный странный стан уж навсегда в душе каленой выжила ты печатью как несравнимо солнце поутру так несравнима ты в своей стихии пускай не буду вхож я ко двору но любить никто не запретит мне не буду уповать на чудеса да мне уж и не нужно больше чудо мне подарили праздник небеса тебя я встретил счастье ниоткуда не поправим опор ватая нить и не собрать разбитого бокала с любовью я готов и дальше жить а ты ищи того кого искал а вот как там сейчас бы был бы саша если он слышит у нас сопли с сахаром он называет сейчас вот такой стихи а вот сколько его как бы в реале не читал друзьям собеседникам то у меня часто дома раньше собирались его до последних строчек не воспринимают серьезно думают что я пишу про карточную игру пока до самого финала не дослушают понимают что я заваулировал чувства человеческие заваулировал психологию так далее прикрыл это все карточной игрой но по финалу она как бы становится понятно что я писал про другую он такой бодренький тут нету сильно слез звучит он так ты начала нечестную игру заранее убрав тузы с колоды и что теперь поделать королю тузы все у тебя и нет ухода я по заслугам получил за свой азарт теперь моя любая карта бита но помню как сначала был я рад ведь думал мной твоя раскрыта теперь нет даже смысла блефовать ты знаешь точно козыри с тобою остановиться или продолжать веду я в мыслях диалог с собою наивно начинал с тобой игру не думал я что так все обернется ты притворилась слабым игроком но слышу шулер надо мной смеется тебе класс мастерства не занимать но у любой игры свои нюансы теперь уж очередь моя сдавать при сдаче карт я уравняю шансы банк сорван делать нечего понты и ставки увеличены вдвойне теперь не будет прежней слепоты теперь у меня джокер в рукаве я знаю что могу и проиграть пускай все козыри твои с тобою не сдамся и не сдамся и буду продолжать на кон поставлена игра с судьбой не знаю что я знаю что могу и проиграть пускай все козыри твои с Не сдамся я и буду продолжать, на ком поставлена игра с судьбой. Ну, это не лирика, это философия. Сейчас прочитаю философию. Бедный странник в степи заблудился. Не найти уж дороги в снегу, но на счастье всадник. А, это я пытаюсь свой почерк разобрать. Бедный странник в степи заблудился. Сейчас зануло. Очень непросто читать стихи, которые один раз написал и больше их никогда не читал ни мысленно, ни вслух. Бедный странник в степи заблукал. Не найти уж дороги в снегу, но на счастье всадник скакал, кинул хлеб ему на ходу. Одинокое дерево стало для бродяги привалом удачным. Птицы тут же сидели на ветках с видом хмурым, да более мрачным. Холод странника мучил давно, но краюха его не спасет. Не пройти ему путь все равно, вряд ли снова ему повезет. Сыпал птицам он хлебные крохи, рвя краюху со слабой силой. Одинокое дерево стало в той степи для бродяги могилой. Сыпал птицам он хлебные крохи, рвя краюху со слабой силой. Одинокое дерево стало в той степи для бродяги могилой. Не, у меня не только это, многие может складется впечатление, что я все время у меня такая грусть, тоска на сердце камень. Нет. Уколи выпала, это другой лирический, уколи выпала такая участь мне. Судьба внесла свое решение. Не буду я потерю проклинать, ведь до потери было воскрешение. Я словно птицей взмыл в небесный свод, до этого к земле прикован был я. Твой лучезарный взгляд мне дал полет, твоя душа мне подарила крылья. Лишь миг была в руке твоя ладонь, но ощутил душою я спасение. Твое тепло зажгло во мне огонь, а вместе с ним пришло и озарение. Не буду я испытывать судьбу, твоя природа с солнцем вся искрится. Ведь если я вдруг крылья опалю, а землю я в тот час могу разбиться. Это вот сейчас буду считать стих из подбадривающих, чтобы к этим годам прийти. Мечту реально сдвинула, но я не угасаю. Судьба мне вызов кинула, я вызов принимаю. Пусть тени мечутся в грозу, пусть гром гремит с небес. Я вопреки иду вперед, с судьбе наперерез. Да у беды соленый вкус есть занят педестал. Как участился в пенах пульс, как многое страдал. И та преграда, что стоит меж мною и тобой, утратит силу и сгорит под яркою звездой. Разорвется сердце на части, и осколки ударят в виски. Да лучше умру я от счастья, чем умру от тоски. У меня тут, получается, лирика попадается. Не говори мне, что не знала, какую силу ты имеешь. Ты взглядом ясным оковала, какой ты магией владеешь. Теперь я в царстве ожидания. В дворцах печали видит Бог. В палатах муки и терзания. На троне горе и тревог. За что такое мне богатство? Не нужно мне тех сундуков, В которых боль и скорбь теснятся Наследство старин и веков. Зачем такая мне обитель? Зачем мне нужен этот храм? Я существую, я не житель. Я не разрушу чары сам. Хочу я в поле жить свиданий, В леса мечты меня зови. И в веках плыть в огне желаний, Под небом счастья и любви. Так расколдуй меня обратно, Не выноси мне этот быт. Но ты уходишь безвозвратно. Тобой навеки я забыт. Так, 92-й год, 17 лет. Не знаю, что этим хотел сказать, Но давайте попробую прочитать. Грядущий мих в оправе золотой Ты предпочел ему свободу, Но рок судьбы и волчевой Обрек тебя на хлеб и воду. Твоя темница мысли злые, Твоя одежда кровь и пот, Твоя охрана сны слепой, Ты видишь мост, но ищешь брод, Ошибка зла. И вот разгром на дне страданий и терзаний. Небо без туч несло гром, Вело конец скитаний. Ты выронил из рук баланс, Отныне жизнь твоя в полете. Да, но это все же шанс Взлететь к потерянной свободе. Ну вот все-таки один стих Из сюрреалистических Почитаю. 96-й год. 21 год. Это получается... Я бы его назвал бы Путешествие Вячеслава Котлярова В соседнюю соту. Часто у меня спрашивают, А есть ли опыт Других сотых ячеек? Ну, давайте я прочитаю. Посмотрим, Что там в других сотых ячейках происходит. С неба сыпется песок, Я ступаю по воде, Сказка это или сон, Я пешком иду к звезде. Подошел я к горизонту, Как бы тут не оступиться, Мигом ветер подхватил, Я лечу теперь как птица. Сказка это или сон, Я миную горизонт, Звезды я рукой углажу, Что за чудо, Кто мне скажет? Небо розовым вдруг стало, Кровь, Море красное как кровь, Не туда я, Не отсюда, Я попал в огонь Бермудов, Стрелки на часах расплылись, И в руках держу огонь, Солнце право покосилось, Плавится моя ладонь, В зеркалах не видно тело, Пыль похожая на дождь, Кровь не стынет в моих жилах, И не беспокоит дрожь, Мне не холодно, не жарко, И себя совсем не жалко, Я и есть, Меня и нету, Я ловлю за хвост комету, Небо розовым вдруг стало, Море красное как кровь, Не туда я, Не отсюда, Я попал в огонь Бермудов. Судьба капризна, Как погода, Вот судьи выносят приговор, Великий инквизитор С словещей улыбкой Готовит правосудие топор, И ты стоишь на пороге к смерти, И ждешь, когда солнце взойдет, Но только зал испугался, Команды встать, Суд идет, Займи свое место на поле чести, Закрой с собой беду, Забудь про страх, Забудь про слезы, И победи судьбу, Зайди в храм, В храм обреченных, Пройдись босиком по стеклу, Забудь про боль, Забудь про раны, И победи судьбу, Душе твои громы молнии, Так стало быть тому, Твой путь пропитан болью, Погонями, И верою в высоту, Немыслима жизнь без изъянов, Не каждый в ней обречен, Из юнги стать адмиралом, А из шута королем, Припев всей прост и понятен, Для тех, кто смерть презирал, Твой путь опечатан небесной печатью, Хоть ты ее не желал, Хоть ты ее не желал, Твой путь опечатан небесной печатью, Хоть ты ее не желал, Сырость камеры так мерзко, Когда же конвой придет, И вот приоткрылась дрянная завеса, Встать, суд идет. Разбитое сердце в холодных руках, Молния, користь и щедрость и крах, Вспышка, подлость и пепел души, Месть и знания с запахом лжи, Поиски света в кромешных по тьмах, Жалкие мысли застыли в умах, Осколки солнца в виде звезд на небе, Усталость и боль мысли о ночне, Кто ты изгнанник, имя скажи, Разбитое сердце мне покажи, Хоть я не знахарь, хоть я не врач, Но я не дьявол, не вор, не палач, Я не судьба, Оговорился, я не судья, стража закона, Судья, Стража закона, я не змея в виде питона, Я не волк, не летучая мышь, Слово скажи, почему ты молчишь? Неужто мошенник, убийца или вор, Как увидят тебя, не пускают на двор, При виде твоей схудалой руки Затворяются двери, закрывают замки, Тот обернулся, смотрел сквозь меня, Я пошатнулся, голос обмяк, Дрожь в коленях, холодный пот, Глаза застыли, нем вдруг стал рот, Последние силы в голос вложил, Просьбу свою вновь повторил, Кто ты, скажи, открой свой секрет, Я совесть людская, Вот мой ответ Это 93-й год, это еще год оставался До получения истинных положений, Истинных знаний Так, ну этот стих получается, Я начал в 92-м, А завершил в 95-м Мы пришли из ниоткуда И уйдем в никуда С голубой каемкой блюдо Мы отвергли навсегда Мы хотели сделать рай, Где каждый счастливый рад Обманули свой край Превратил его в ад Сразу свет стал немил Засох счастье цветок Холодный ветер остудил наш пыл Мечты превратились в песок Мы прошли жару и стужу Прошли все преграды Мы нашли свою судьбу А теперь ей не рады А судьба у нас простая Счастья нет, но есть тревога И теперь уж мы не знаем Где лежит домой дорога Мы вернемся в край родимый Озарится вновь в восток И сквозь каменные плиты Прорастет опять цветок Засветет он алым цветом Чтоб мечту нашу согреть И уже не будет пятен Ни на солнце, ни в душе Так, 95-й год В случае бог, как нами ты умеешь править Судьбу невольно теребя И мы не в силах уж исправить Что ты нам уготовил вновь шутя Тебя нам не понять, как не понять фортуну При взятости ее оков И щетно просчитать пытаемся ее Как простоту твоих невидимых шагов Да, случай знаю я Скрываешь, кто жена твоя А ведь она закономерность И ты хранишь покорный раб Своей избраннице Не из тобою верность Тоже как бы Это из разряда стихов Вот сейчас я прочитаю Это когда ночью просыпаешься Идешь, как зомби Берешь ручку и бумагу И пишешь Час пробил Снова ночь зовет Отдать бумажному листу чернила И как всегда в столь поздний час Меня вновму запись посетила Откуда бьет невидимый родник Струю серебряную в русло направляя И точит камни этот звонкий ключ Их каменные души оживляя И мысли сверлят неустанно мозг И струйкой вьются эти строчки В ней не удается подвести черту Лишь остается три затейливые точки Не сомневайся, ты в любви моей Она чиста и искренне до боли Но не найдя пути в душе твоей Умрет она, как жалкий раб В неволе Моя любовь в полыне прозябает Она горька и поросла тропа И вороны вокруг нее летают Клюют глаза Любовь моя слепа У многих палачей есть свой секрет А у моей звезды своя величина Еще не появившийся на свет Моя любовь была обречена Я мирно заходил на эшафот Израненный от сотни неудач Под крики несмолкающей толпы Не улыбался милый мой палач Любимая, какую готовила статью И что это за таинство обряд Настолько сильно я тебя люблю Из нежных рук твоих Прямуй яд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители С вами Вячеслав Котляров Я понимаю, что ролик был не очень качественный Это фрагмент эфира Который шел вчера на Котлярову ФМ Естественно, он для основной аудитории посвящается Я думаю, что мои оговорки и чепятки Мне простят И предлагаю как изюминку и компенсацию На торте и на торте Песню Которая Которая была написана очень давно А именно стихи к этой песне я написал в 16 лет И спустя годы удалось к моим стихам сделать Более-менее качественное оформление Приятного просмотра и прослушивания Быть добры Кстати, на всякий случай Сегодня в Харькове 19 число 19.04.19.19.1933 Это на всякий случай Если кто-то думает, что раз говорит робот на моих основных каналах Значит, Вячеслава Котлярова нет Есть Кто хочет убедиться в этом Можете заходить в прямой эфир Пообщаемся Всем приятного прослушивания Можете заходить в прямой эфир Крустальный замок Вы из роса Прекрасен и печален Кузнец зажмёт Металл в щипцах Калёной белой стали Кузнецкую Букет из рос Ведь руки золотые И розы словно Прорастут И станут как Живые И вот смотри Букет готов Он стал ещё Прекрасней Кузнец вдохнул В ней его любовь И стал ещё Несчастней Любовь Вода 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 Уйдёт Как Месяц Сменит Солнце И по Напрасну Нече Рыба И за душ Колодцы Колодцы Подняв Подняв последнее Тепло Из недр Своей Он Ограбил Букет Водок И вот Букет Ожил Цветы Дом Прекрасной Подняв Букет Он Прекрасной И Нес Букет 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 В Букет 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 И Он Он тот букет в подарок королеве. Она была покорена, король метался в гневе. И чтоб кузнец не смог создать подобное творенье. Король глаза его отнял, но не отнял стремления. Хорстальный замок Вызрастца прекрасен и печален. Кузнец зажмёт металл щипца Калёной белой стали. Кузнец куёт букет из роз, Хоть и глаза слепые. И розы снова прорастут, И станут как живые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова